Привет, меня зовут Аяна, и сегодня в этом видео мы поговорим про положение европейских стран в XIX веке. В 1871 году Отто фон Бисмарк, его еще называли «железным канцлером», стал главой правительства Объединенной Германии. Главный фокус его политики был направлен на развитие и укрепление армии. В Германии того периода существовало несколько партий. Партия консерваторов, партия германского рейха, центр, национал-либеральная партия, представляющая интересы правых, и национал-либеральная партия, представляющая интересы левых. В эту партию, которая представляла интересы левых, национал-либеральная, входили немецкая партия прогресса, немецкая либеральная партия, либеральная народная партия и прогрессивная народная партия. Также сюда относились и социалистическая рабочая партия, которую в 1890 году переименовали в социал-демократическую партию Германии, или коротко СДПГ. Здесь важно отметить то, что вся проблема заключалась в разногласиях между этими партиями. То есть из-за того, что у них были разные взгляды на политику, они постоянно то отделялись друг от друга, то распадались и так далее. Немного подробнее мы поговорим про них прямо сейчас. Консервативная группа выражала интересы юнкерства Восточной Пруссии, Бранденбурга и Померании. Что такое юнкерство? Это класс дворян-землевладельцев. Партия свободных консерваторов выделилась из консервативной в 1866 году из-за разногласий по поводу объединения Германии. Эта партия опиралась на крупных помещиков, а также они поддерживали имперскую политику Бисмарка. Национал-либеральная партия образовалась в 1867 году. Они представляли интересы крупной промышленной буржуазии. Либеральная оппозиция была представлена партией свободомыслящих, которые выступали за интересы мелкой городской буржуазии. Партия центра была создана католической церковью в 1870-71 годах для борьбы с прусской гегемонией. Что такое гегемония? Это превосходство экономического, политического или военного характера одной страны над другой. Страны Европы находились в кризисе. Естественно, народ был недоволен. Поэтому, когда вся ситуация достигла своего пика, стала максимально острой и критической, начался этап революции. Экономический кризис привел к началу революции во Франции в Париже 22-24 февраля 1848 года. Король Луи Филипп отрекся от престола. Затем было создано временное правительство, провозглашена республика и учредительное собрание. Однако это учредительное собрание отказалось принимать какие-либо меры для решения проблемы бедности из-за кризиса. Было также издано распоряжение о закрытии национальных мастерских, так как они посчитали, что они являются главными очагами беспорядков. В ответ на это 24-26 июня вспыхнула новая волна восстаний. В результате этой революции Франция снова стала республикой, поэтому этот период еще называют периодом Второй Республики. В декабре 1848 года президентом стал Луи Наполеон Бонапарт, которого позже стали называть Наполеоном Третьим. Революция в Германии 1848-49 Известия о революциях во Франции сподвигли на революции в Германии. В марте 1848 года жители вышли на улицы и стали требовать принятия Конституции, назначения министерств, созыва общегерманского парламента, единства страны и т.д. В ответ на это, чтобы не провоцировать увеличение масштаба революции, власти пошли на проведение выборов в общегерманское национальное собрание. В мае 1849 они приняли проект Конституции, которая предлагала создание Германской империи. Революция в Австрии Она началась в январе 1848 года в Сицилии. Там жители свергли короля и в итоге монархи итальянских государств были вынуждены сформировать правительство и принять Конституцию. В марте 1848 в Ломбардии и в Венеции началось антиавстрийское восстание. Восставшие разбили армию во главе с Вилганом Иосифом Радецким. После изгнания австрийцев из Венеции там провозгласили республику. Также Королевство Сардиния объявило войну Австрии. Какими же были итоги всех этих революций? Как ты уже заметил, все революции протекали по-разному и имели свои особенности и цели. Например, во Франции основной задачей революции 48-49 было свержение господства финансовой аристократии, а также установление господства класса буржуазии. В Германии же основной целью было объединение государства. В Австрии же революция должна была покончить с режимом монархии Гавсбургов. Эти революции, конечно же, не могли решить всех проблем, но они поспособствовали дальнейшему развитию капитализма и поднятию важных социальных вопросов. В Австрии Немножко подробнее мы про них поговорим. Мы поговорим про них. В Австрии В Австрии В Австрии